В Приморском крае долгие годы, считай, как я с 15-го года мое дело началось, существовала банда полицейских, которые занимались рейдерством, которые занимались захватом, которые занимались давлением на бизнес. В связи с тем, что в мою защиту встали очень много людей, общественные организации, и нам удалось потихонечку эту банду расформировать. Эта пресс-конференция, что прошла на Меднево в Владивостоке, свидетельствует о победе нашей программы. Благодаря в том числе и нашим стараниям в Приморье уничтожена банда полицейских, что валили лес и отправляли его в Китай. Но государство не дремлет. Теперь на смену нелегальным схемам придумали легальные. Теперь будут проводиться государственные аукционы, в которых смогут принять участие граждане и предприятия КНР. Эта программа «Что произошло? Больше трэша, больше ада». И мы начинаем. На минувшую неделю в Крым прибыл первый поиск континентальной части России. В Незалежные по этому поводу завели целое уголовное дело. Не зная, конечно, степень маразма работников украинской прокуратуры, будут ли они заводить отдельные уголовные дела по факту прибытия каждого состава? Или объединят их все в одно производство и будут свято хранить в специальном архиве летописи работы железной дороги и интересное другое, как этот поиск встречали в самом Крыму? Следующие кадры мы оставляем без комментариев. Вы просто насладитесь этим видео. А тем временем Госдура, ой, простите, оговорился, Госдума на заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о продлении еще на один год заморозки. Накопительной части пенсии россиян похоже, что сами россияне эту так называемую накопительную часть пенсии не увидят уже никогда. Вот именно так в России работают реформы. Но что тут сказать, если одна из главных их задач – это борьба с повышением уровня доходов граждан? Граждан, в последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы, рост доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта конвенция была сохранена и, наоборот, усилена. Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот это задача номер один. И вправду, Государственное информационное агентство РИА Новости на Медне выдало очень интересную статистику. Оказывается, средний чек россиянина в магазинах в 2017 году составлял 585 рублей, в 2018 уже 544 рубля, а в уходящем 2019 еще меньше 518 рублей. И это только по официальным данным. И несмотря на инфляцию, одним из главных достижений года стала стройка газопровода «Сила Сибири», который, как ни странно, не проведен ни в один сибирский город. По этой магистрали один единственный поставщик Китая, компания CNPC, будет получать народное достояние по бросовой цене. А что в Сибири? Как же им пережить зиму? А вот так, смотрите. Как замечательно жить в газовой и в нефтяной России. Вот мы тут и живем. Газ Китаю даем, короче. Всем газ даем. Европу даем, короче. Ну, в общем, всем газ даем. А местным, местным, россиянам, мы только, короче, даем, короче. Вот нахуй. Тругу, блядь, построили, короче. Вот там вот дрова кидают. Вот они уже сложные. И топят дома, блядь. Вот это улица, короче. Ну, это же какой-то... Дадим Китаю газ, блядь, а своим дрова, блядь, и пусть они, блядь, с топорами, с пилами, блядь. Нам же наш уважаемый президент и премьер-министр сказали же, что эпоха низких цен на газ закончилась. Но это только у нас в России. И, естественно, ведь достояние Сибири, оно нужнее в Евросоюзе. Например, в Литве. Здесь 1 января 2020 года снижаются цены на газ. Для потребителей, использующих его только для приготовления пищи, на 16,5%. А для тех, кто использует голубое топливо для отопления, почти на 22%. Ну, а чтобы, не согласных с такой вот очень скрепной нашей политикой, не было стада... Ой, простите, оговорился опять. Да что же это такое? Народ. Так вот, его нужно обрабатывать с детства. А то вдруг еще на митинги пойдут, и действительно лучше прям в школе показать, как их дубасить будут. Ежели вдруг вякнут про газ и про уровень доходов населения. Балкай сверху! Балкай сверху! Бег! 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 Балкай снизу! Бег! Бег! В этот день для юных кадетов и гостей праздника показательное выступление приготовили уже более взрослые учащиеся и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Это, кстати, было в городе Златоуст, Челябинской области. Это вообще очень интересный город, где даже аналитические передачи на местном ТВ делали активисты НОДА. Такой вот своеобразный испытательный полигон России будущего. Через несколько дней стукнет год, как трагедия в Магнитогорске унесла десятки жизней. Взрыв в десятиэтажном доме расследовали, расследовали. И до того дорасследовали, что дело засекретили. Естественно, что местные не верят в версию взрыва бытового газа, а властям по барабану. Но еще циничнее то, что пострадавшие вынуждены ходить по судам, доказывая право на компенсацию убытков от взрыва, а органы власти методично обжалуют решения, вынесенные в пользу жителей. И еще одно дело, которое засекретили в этом году, так это дело о крушении самолета Ту-154 под Сочи в 2016. Погибло там 92 человека, среди которых были общественные деятели, журналисты, артисты, доктор Лиза в том числе. Среди версий трагедии были техническая неисправность, ошибка пилотирования и теракт на борту. Но ни одна, ни одна из них не подтвердилась. Впрочем, версия, которую высказывали сразу же в эти же дни опытные летчики, то, что самолет-то, скорее всего, сбили, а иначе просто не объяснить, почему он спокойно, при спокойной себе взлетал, летел и вдруг прямо в воздухе его разорвало на две части, которые тот час же полетели, как ни странно, опять же в обратную сторону. Так вот, эта версия изначально не рассматривалась. И потому уголовное дело о крушении закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Виновных нет, а значит и наказывать некому. А чтобы не дать возможности всяким там экспертам, опытным летчикам, например, покопаться в материалах расследования и использовать исходные данные, как я уже сказал, томики эти засекретили. Все. Хотя, впрочем, еще не все. И еще совсем немного потерпите. Корреспондента государственного телеканала «Ямала-регион» Алису Яровскую уволили с работы после того, как на пресс-конференции Путина она задала несогласованный вопрос. И несмотря на то, что девушка, которую пригласили на Северный Урал, не хухры-мухры, а из центральной редакции РБК, из столицы выписала. Так вот, девушка это хотела как лучше. Ну и прям расхвалила там на прессухе местного губернатора. Цензура и инструкции администрации президента оказались важнее. Ну и в завершении нашей программы «Новости из Красноярска», где школьников заставили пройти медосмотр и сдать анализы, чтобы попасть на ежегодную елку. Это объяснили тем, что на мероприятии будет глава края Александр Ус с детьми и семьи местных чиновников, чтобы, не дай бог, не заразили всякими там болячками местную богему. Ну а я вам желаю только приятного времяпровождения в празднике. С годом крысы вас! Увидимся в новом году, может быть!